Земля высыхает, посевы умирают. Дачникам микрорайона Кривая Балка, Кировского района Махачкалы перекрыли воду. Они устроили несанкционированный митинг. В проблеме разбирался наш корреспондент Хамзанур Магомедов. Вот дожми! Сейчас вот подожми его! Это один из дачников садоводческого товарищества «Бытовик». Магомед жалуется, что большая часть посевов у него пропала. Земля затвердела, овощи сгнили. Все это, по его словам, не за недостаточного полива. Воду, говорит, подавали с перебоями. А 10 июня его все полностью перекрыли. Прямо открытие кран. Вот его заглушка тут. Открытие бросить. Пенсионерка Любовь Амарова только в этом году уже три раза посадила огурцы. Толку никакого, ничего не выросло. Пожилая женщина с мужем-инвалидом не в силах самостоятельно поливать огород. Я сажаю, смотрю, у меня морковка вообще посохла. Семь штук вылезло и все. Я не могла поливать. А мне бегать с лейкой очень тяжело. Там воды вообще мало, только для питья. И приходится их вообще не поливать. Но это же мой напрасный труд. Чтобы выразить свое недовольство, у главного дачного офиса бытовика собрались десятки людей. Они возмущены тем, что несмотря на оплату налогов и долгов, воды так и нет. По их словам, ответственные за подачу воды на их участки муниципальное унитарное предприятие «Садовник», которое относится к ведению администрации Махачкалы, не выполняет свои обязанности. Они палец о палец не били, кроме как вот трубы порезали. Больше они ничего не сделали. Уже куда только не обращались. И в прокуратуру молчу, никому ничего не надо. Наш МУП, который должен нам помогать, он нам не помогает, а вымогает. Он хочет повысить оплату воды. А за что? За то, что мы должны были с мая месяца, даже с конца апреля получать воду. А мы ее получаем вот через раз. То воду дали, то воду перекрыли, то заварили. По словам садоводов, они регулярно оплачивают за воду своим председателям, которые в свою очередь передают эти деньги ответственным за ее подачу на участки. Вот 15 лет МУП Садовнику я оплатил примерно 70-80 тысяч. В 2019 году, за 2019 год, этому МУП Садовнику я заплатил 110 тысяч с двух обществ. Получается по 500 тысяч с каждого общества. Сейчас это какие у них требуют? Теперь они требуют, что 100% будете платить. Это получается примерно, если у меня 600 участков общества, умножаете на 600, это около 400 тысяч. Меня это не устраивает, поэтому я не буду заключать договор. Почему я должен не выгодных для меня, для моих условий заключаться с ними договор? Правильно? По новому договору в этом году тариф за поливную воду поднялся на 82 рубля. Если в прошлом году хозяин одного участка платил 560 рублей в год, то в этом году он должен будет оплатить 642 рубля. Помимо повышения цен, председателя не устраивает то, что теперь надо будет платить налоги не только за поливные участки. До сих пор было за поливной участок. Вот у меня общество, допустим, 100 поливных участков. Вот они сказали 500 с каждого участка, вот 500 умножая на 100, 50 тысяч я платил. До сих пор было. Вот с этого года они говорят, что вы будете за все поливаете, не поливаете, вода есть, нет, за все будет. Мы так решили. В похожую ситуацию попал председатель двух других садоводческих товариществ – коммунальник-дваедорожник. На его территорию вода также не поступает уже более двух недель. Хотя, по его словам, за два предыдущих года он оплатил МУПу более 500 тысяч рублей. В 19-й год МУПу садовник у меня взял 40 тысяч рублей. И МУПу садовник у меня взял 200 тысяч рублей. Вот хифтанция. Это получается за 19-й год 240 тысяч рублей, да? Да, 240 тысяч рублей он у меня взял. Сейчас они кричат на собрание, там собрание было до вас, кричат, что это фиктивные китайцы я где-то нашел и показываю. Якобы отчитываюсь. Я не отчитываюсь ни перед кем. Пусть любой человек, пусть проверяет, у меня все документации на месте. Представители МУП садовник не отрицают, что выплаты дачниками были произведены. Однако не полностью. Помимо долгов с ними не был заключен договор на этот год. С 15 марта, с 15 марта, все председатели, находящиеся в этом микрорайоне, они все были уведомлены, чтобы они заключили договора, так как с 15 апреля бывает начинается поливной сезон. Большее количество председателей, они к этому пришли, заключили договора. Эти председатели, которые остались, которые в Сулавской зоне, они как бы просто провоцируют людей и не хотят, просто не хотят заключать договора и не хотят погашать старые долги за прошлые года. Мы каждую неделю с ними проводим работу, каждую неделю мы просим, чтобы они пришли, поговорили, чтобы мы поняли друг друга, чтобы мы как бы все вместе решили общими усилиями. Но в тот же момент каждый раз он проходит с разными дачниками, каждый раз с разными людьми, и каждый раз уходит, разговор остается ни о чем. В связи с этим нам пришлось временно приостановить подачу воды и отключать до этого, как бы мы там не то чтобы отключили, там просто ее перекрыли за движки. И пускай заключают договора на 2020 год. И после этого уже будет полным ходом вода предоставляться. Представители администрации Махачкалы также объяснили, что налог возложили на все участки только потому, что председатели дачных сообществ не предоставили полный список земель, где вода для полива требуется, а где не требуется. А причину поднятия тарифа на 82 рубля в год они объяснили тем, что эти средства в первую очередь пойдут на приобретение технического оснащения, покупку мощных насосов и на самое главное замену старых труб, которые здесь были проложены еще в 80-е годы. В этом году, если мы не начнем потихоньку замену этих труб, то в следующем году эти трубы просто рваться будут. Хотя сейчас даже момент, что мы поставили новый насос на Сулахскую зону, уже здесь трубы рвутся, потому что они очень тонкие. Да, они не удерживают давление. Людям население прибавляется, людям нужно давление, а мы поставили насос больше, а трубы не выдерживают. По словам местных жителей, противостояние между председателями садоводческих товариществ и МУП «Садовник» продолжается уже более 10 лет. Кто кем манипулирует, а кто кого шантажирует, остается неясным. Но известно одно – страдают обычные люди, которых в этом микрорайоне уже более 20 тысяч. Жители надеются, что выяснением ситуации разрешения проблем с подачей воды и других коммунальных услуг займется не только администрация города, но и следственные органы.